Добрый день, господа! Но сегодня, как вы поняли, продолжение темы мой арсенал 3 Имел неосторожность пообещать показать свои арсеналы из окрома Теперь вот отдуваюсь И сразу хочу попросить, вот вы давите, покажи арсенал, покажи арсенал, покажи нарезное Ну, поймите меня, ну, во-первых, не хочу просто гонять воздух Есть карабин, например, в котором я не уверен, и поэтому что могу показывать? Потом, нужно настроение, потом все это нужно собрать, привезти, показать Рассказать А когда нет настроения, ну что, вывалить груду металла, вот смотрите Ну, это неинтересно Поэтому всему свое время Сегодня мой метательный арсенал Ну, здесь представлено 75% моего арсенала Потому что у меня еще один арбалет есть Сейчас на него товарищ глаз положил Ну, так как у меня появилась новинка Он, в принципе, я без него обойдусь Сейчас ведутся сложные переговоры Ну, что-то вы здесь уже видели Ну, я попытаюсь воду не лить вкратце Ну, вот мой Самый намоленный ветеран Это Тенпоинт Титан Установлены плечи от Фантома Есть к нему еще пара плечей От Карбон Элиты, от Стелс СС Они все подходят, они все работают Летит куда надо Чем она интересна на сегодняшний день, эта модель? На ней установлен немецкий арбалетный коллиматор Что это такое? Обыкновенный коллиматор, только шкала у него Три точки Первую я представлял на 20 метров Остальные опытным путем вычислил Что они работают 20 метров Следующие 35 метров Следующие 50 Вот абсолютно не нужна мне на 50 метров Но она есть, пусть будет Ну, этот арбалет был куплен в сытые времена Он себя уже покрыл славой В нем я совершенно уверен Он мне привычен, удобен Да классная машинка По темпойнту все ясно Ну, моя новинка Все ее уже видели Реклама, не реклама, я не знаю Мне кажется, что Лучшим показателем То, что я себе его купил По своим техническим характеристикам Я рассматривал данный арбалет Как арбалет Для высокоточной стрельбы На дальней дистанции Не знаю, зачем мне это было надо Но он показывает хороший результат Было грех этим не воспользоваться Но я опять же говорю Стрельба на длинной дистанции Мне не нужна Поэтому я его просто переоборудовал Под обыкновенную охоту Здесь установлен старинный сентинел Первого поколения Его за глаза хватает Работает, все удобно Плечи у меня По-моему, от Стелс СС От Фантома Но, кстати, сейчас появились Уже оригинальные плечи Стоят вменяемых денег 6 или 7 тысяч рублей Я не помню Но у меня их хватает плечей Поэтому надобность покупки Наверное, отпадает К его особенностям уже привык То есть, ну, было-то пара нареканий Я их теперь знаю Умею с ними бороться Отличная машинка Точный хлесткий выстрел Пока всем доволен Конечно, впереди зима Должны пройти испытания холодами Ну, он железный Плечи проверенные Не думаю, что он мне доставит Какой-то сюрприз Но если он будет Я обязательно о нем расскажу Секретов нет Богаче я от этого не стану Ну, и вот то, что вы у меня не видели Это Моя тайная любовь Это Канадец Представитель фирмы Excalibur Excalibur 300 Excalibur Matrix X380 Ну, вот Не знаю, кто что говорит Я могу говорить только об этом Арбалете Только хорошее Целый ряд Неоспоримых достоинств Ну Во-первых, он монолит Вот кусок швеллера Тут нечего ломаться Точный Очень мощный Я не измеряю Особо скорость Хотя Производитель заявляет 116 метров в секунду Я ему верю По одной простой причине Я много стреляю Пользуюсь Частенько Дешевыми болтами Вот это единственный Из арбалетов Который Вгоняет Затыльники Этих болтов В стрелу И частенько У меня Сечется тетива Но опять же Его Расходники На порядок Ну не на порядок Но в разы дешевле Других И заменить Не составляет труда Тетива 1200 рублей Меняется на коленке При прогрессе стрингера И если предстоит Охота На Удаление От сервисных центров Я Конечно Возьму его На нем Установлен Сентинел Поколение Один с плюсом Это довольно Компактный Сентинел Все летит Все попадает Какие еще Достоинства В комплекте К этому арбалету Уже идут Оригинальные плечи В нем Два комплекта Плечей Опять же Оберегает нас От непредвиденных Трат Ну правда Вот есть сейчас Заковырка Я наверное Года полтора назад Скупил все Матриксы В городе Москва Ну не то Что в себе Или наживаться Я покупал Точнее покупали Мои друзья Мои рекомендации Мы купили Наверное Арбалетов Двадцать Двое Из них Пришли в негодность Вообще Арбалет Дается Пожизненная Гарантия Но не для русских Что Сломалось Арбалет Разряжается Обычно Какой нибудь Старой стрелой В щит Либо в землю Придя после охоты Мои приятели В каком нибудь Тесном пространстве Пытаются его разрядить Удар плеча Какой нибудь Предмет Но в частности Один об шкаф А второй Об пол Разлетается Концевик На плече Арбалета Найти Запасной Концевик Невозможно Продажи Запасных Плечей Нету Год ищу Плечи Мы пошли дальше Мы нашли Предателя в Канаде Живущего Непосредственно Близости от завода Изготовителя Он вышел на завод И с просьбой Приобретения Запасных Плечей На что Канадцы сказали Вы привезите Старые Мы посмотрим И бесплатно Вам дадим Новые Он объясняет Что это целая Проблема Из России Прислать плечи Послать туда Канадцы Непреклонны Два великолепных Арбалета Стоят В нерабочем Состоянии Жалко Ну не оставляю Надежды Все таки Найти плечи Они заработают Сейчас уже вышли Две новых модели Мега 405 Там еще какой-то Более компактный Арбалет Ну Я стрелял Из Меги Лучший враг Хорошего Ничего там Архинового Или там Различия какие-то Они не стоят Кстати сейчас Вот В Москве Ну люди обычно Их берут Так для развлекухи Потом понимают Что им это не нужно Или покупают Более продвинутую модель В продаже Появляются Новые матриксы Цена велика Тысяча долларов Но это так То есть 62 тысячи рублей Но Раньше он стоил Две тысячи долларов Причем Зайдите на официальный сайт Он там стоит Практически Таких же денег Просто сейчас Избавляются люди От недужного Вот в этом арбалете Я уверен Я несу за него ответственность Всем рекомендую Если есть возможность Приобретите Он подарит вам много Радостных минут Конечно У меня С арбалетами Конкретный перебор Их много Любой из этих арбалетов Может запросто Охватить все мои охоты Но это моя страсть Мне это нравится Все это покупал С ней за один год Я от этого кайфую Вот у меня Такая слабость Они не стоят без дела Они все используются Есть какие-то Мелкие нюансы Между ними Ловлю их Наверное Только я Вот такой Метательный арсенал Желаю Чтобы у каждого Был такой же Вот вроде бы и все Ну что Попробуем Дунуть разок А то какая-то лекция Получилась Что нам мешает Дневное освещение Плохая видимость Один Да ничего нам не мешает Попасть надо просто Мерить ничего не буду Но поверьте на слово Здесь 23 метра Вот Мишень Попробуем расставить правильно Знаки припинания Ну вот как-то так Пошли смотреть Эти невеселых На-на-на На-на-на Вот поставили мы точку А вот сейчас думаю А еще Точку точек Можно поставить Пойду попробую Не получится вырежу Свершили в чаще колдуны Над Робин Гудом чудо При свете солнца и луны Нет смерти Робин Гуда В костре он будет невредим Робин из битвы выйдет целый И от стальной его груди Отскакивать будут стрелы И от стальной его груди Отскакивать будут стрелы Неправда Робин Не убит он будет Робин Гудом Ты можешь Гудом стать сосед Может быть даже я им буду Вот почему на тысячу лет Нет смерти Робин Гуда Вот почему на тысячу лет Не будет смерти Робин Гуду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...